Друзья, вы видите, еще раз, как называется? Сильтисон. Сильтисон. Друзья, пошел, пошел работать прибор. Тут оно должно упасть сзади. Ну да, пока можно. Она пока не очень упала. Видимо, по толщине упавшего, Боря налаживает прибор. Так, настройку он настрой. Вот. Боря, а что ты, может быть, ножиком бы порезал? Разной толщины. А-а-а. Вот, друзья, качество. Качество. Опытный рабочий, друзья, на токарном станке может вытащить серу. Но если он их сделает 10, они все будут отличаться. В этом смысл станка с числовым программным управлением, робота, который там берет и дает, и запрета продажи спиртных напитков в рабочие часы. Все это направлено на то, чтобы качество не пострадало. И стандарт. И стандарт, да. И стандарт. Ну, стандарт много там, много. Именно поэтому первые 10 дней после Нового года вас не пускают на работу, чтобы вы там не натворили. Потому что потом лечить, платить всякие пособия. Друзья, я, конечно, вынужден попробовать в интересах зрителей нашего канала. Они решили на пыль с этого, как садут за стол. Да, правда. Мы как-то в троте. Конечно, без музыки это есть нельзя. Должна быть музыка. Это тоже поет произволь. Друзья, Боря, а есть какой-то рецепт, чтобы люди могли приобщиться как-то, нет? Потому что обидно. Слушай, секрет произволь. Нет, такого нет. Не рассказывай. Это у меня был один знакомый. Скажем так, я не буду называть его. Значит, он только начал свою дачу. Ты мой дорогой. И говорит, я хочу взять вот эти от росточки. Вот эти и вот эти. И говорит, слушай, у тебя такая красота. Так выросла. В чем секрет? Какие-то сюда водопления. А тот говорит, я туда очень много вкладываю пота. Он говорит, а где он подается? Где этот пот? Где-то откуда? Да, вот, друзья, выращенная на поту, на... Вот, не по сильным трудам. Вот она вот эта вот вся сельтисонища, вот эта. В двух блюдах пойдет. Так, Аллочка, а что здесь, скажем? Язык. Язык. Друзья, язык. Язык. Это то, друзья, что нужно держать за зубами. Часто приходится. Буженина это или что? Да. Буженина. Буженина. Копченая? Нет. Она не копченая. Так, друзья, я чувствую, что мне придется попробовать и вот это вот некоферное совершенно блюдо. Друзья, да. Даже мотор, даже мотор, смотрите, он звук меняет. Как масло, как масло. Да, он не может вот это. Вот, там есть маленький кусочек. Боля, передавай скорее маленький кусочек. Вот, мы для наших зрителей, для наших зрителей, друзья, только для вас. Да. Удобно? Не, не, не. Или что-то не хватает? Не хватает, товарищу, насыщенную. Не хватает, не хватает, чтобы зрители тоже могли попробовать. Друзья, чувствую себя, как будто я свою пайку под одеялом ем, понимаешь? Так ты им расскажи, что ты чувствуешь. Так, как бинокль. Мила, это просто мазь. Нет слов, друзья, передать. Да, я вам хочу сказать, что если кто-то сильно верующий, то вот и он попробует, он может переосмыслить. Потому что это, это нечто. Друзья, только камеру спрятал, пошел язык. Пошел язык. По сторонам, он лонер. Боря, там маленький кусочек, я вижу тебя там. Вот этот самый первенький. Такой. Ой-ой-ой-ой, друзья. Вы смотрите, я пока пробую. Сейчас он скажет. Ну, можно посол на санкете. Это моя кисти, то, что я тебе сейчас сказала. Друзья, он насштабованный частичком. Я поделюсь сказать, что он такой из них наиболее нежный. Он нежный. Нежный. Вот все это теперь, вы видите, раскладывается по блюдам. Многие, если вы присутствуете, первый раз попробуют только за столом. А мне тренер, наверное, сказал, мясо ешь, рыбу ешь и салат. Вот я и выполняю инструкции. Да. А где салат? Ну, будет салат, съем, не будет, не будет. Боря, у нас будет какой-нибудь салат овощной? Не будет. Значит, друзья, только на белках. Да, вы пушите дома. Да, друзья, вот она, белковая диета. Это яблоки, которые станут частью кучьев. Нет, это лучше. Сначала пытались с девайсами работать, но яблоки слишком крупные. Боря, а что за бренд яблок? Семеринко. Семеринко. Как это называется? Это специальный бренд. Это Грэмми Семеринко. Грэмми Семеринко. Грэмми Семеринко. Давай, Боря, пробуй. Пробуй. Мы тут, у нас Teamwork. Он не фанкует. Я боюсь, что сломаю ему лучше. Давай, давай, давай. Давай, давай. Друзья, по-русски. Друзья, по-русски. Подожди, подожди. Окей, fine. А почему ты пизаешь их в раковину? Это обрезки. Это обрезки. Это обрезки. И все это будет в губке. Это будет рядом. Бедная утка еще это. Давай, не надо. Я сам попустила. Это боится. Друзья, а я вам скажу, я бы это яблоко съел отдельно, а утку отдельно. Я не знаю, может быть, я не прав. Мы все сделаем по науке. Я тебя вспомню, когда я придел. Я поднимаюсь на совет. Аллочка, я тут это все бросаю. Я не ставлю яблоко. Ой, прекрасно. Вот, Галина, ты видишь из Ростова-на-Дону. А то. Ну и как там сутками-то было при коммунистах? Так, как было сутками. Было всегда хорошо сутками. Безуток было. Это правда. Это правда. Ну, казаки, казаки уток едят там? Да, они все едят. Все, что бегает. Наверное, я не знаю. Мне с ними не покатилось ужинать. Так, окей. Это готово. Вот такая судьба, друзья. Живешь в Ростове-на-Дону, никого не трогаешь. Приезжаешь в Америку и запитиваешь, запитиваешь яблоки в эту американскую утку. Оп, яблочки, яблочки. Друзья, яблочки. Друзья, я хочу сказать, что вот, может быть, женщины со мной не согласятся. Но мужчины меня поймут. Я хочу сказать, что не только яблочки, но вот ручки женские, которыми это все туда запитивается. Трудовые руки наших женщин. Да. Да. И что теперь будет дальше? Обратно в печку? А, немного. Так, так, так. Все в порядке. Так, так, так. Друзья, вы представляете себе, это старый Новый год. Представляете себе, как бесчинствовали в этом доме на просто Новый год. Сначала Иисус родился, а через неделю ровно его обрезали. Да. Так вот, Новый год это праздник обрезания Иисуса. Окей, понятно. Поэтому так вот получилось-то. А мы почему утку едим на Новый год тогда? Почему, не знаю. Это может быть символизирует плоть Иисуса. Мы находимся, можно сказать, на улице. Так, вышли из дома. И тут, это коптилка, что это? Да. И что коптится, собственно? Это пастрома. Пастрома. Пастро? Да. Не пастрами, а пастрома. Пастрома. Пастер, пастр, пастро. Пастро. Пастрома. Да. И, а что там вот снизу в решеточке? Это я, это там я специально, это называется чередаст. Это для копчения. Но что-то оно у меня не само толстой. То есть, грубо говоря, толченые. Вишневое дерево. Ну, захотел оно работать. Хорошо. И долго коптиться, скажи? То есть, оно должно коптиться часа три-пять. А потом мы попробуем, я думаю. Подожди, а вот этот прибор серьезный тут. Потому что огонь горит. Это там. Но он шумит. Нет, это вентиляция, чтобы копчение не шлось. Окей. Но мы сегодня доберемся до этого? Ну, попробуем. Хорошо, хорошо. Комперация делает так, чтобы попробуем. А. Друзья, это первая, так сказать, может, как проба пера. Как называется-то? Смоки Маунтен Сириес. Понимаю? Грейт Аутдорс. Смоки Маунтен Сириес.